Турского университета, заведующий кафедрой мировой экономики и международных отношений, Виктор Хайфетт. С ним обсудим то, как идет подсчет голосов за будущего 45-го президента Соединенных Штатов Америки. Виктор Лазаревич, доброе утро. Данные, как мы видим, стремительно меняются. Какие ваши прогнозы? На кого сейчас вы делаете ставку? Вы знаете, я в азартные игры не играю, но в обоих категориях сейчас реальные шансы, хотя часа три назад я бы сказал, что у Клинтона их больше. Сейчас я готов сказать, что у Трампа появились реальные шансы, хотя это пока только шансы, это не гарантия его победы. Работало то, что в 1993 году обозвали в России эффектом Жириновского. Часть избирателей, которые говорили, что пойду голосовать, не пошли, а часть тех, кто говорил, что проголосовали за одну партию, проголосовали за другую. В данном случае, похоже, не все американцы были готовы признаться социологом, что готовы проголосовать за Трампа. Он получил в ряде мест больше голосов, чем ему это давали социологические опыта. О чем говорит, на ваш взгляд, высокая поддержка ранее неизвестного Трампа, а также поддержка Трампа традиционно в демократических штатах? Это не только победа самого Трампа в этих штатах, это голосование за Трампа против Клинтона. В то время, как есть голосующие за Клинтона против Трампа, есть республиканцы, голосующие за Клинтон. Оба кандидата активно огромной части американцев не нравятся. Это, наверное, первые за многие годы США голосование против. Ну вот приходит сообщение о том, что доллар стремительно теряет позиции на фондовых рынках. Как вам кажется, какой реакции от крупного бизнеса ждать на итоги этих выборов, в случае, если победит Трамп, в случае, если победит Клинтон? Я думаю, что бизнес не будет доволен победой Трампа. Ну, в общем, вообще, в целом, американский стембрис, но победой Трампа доволен не будет. У него очень скверные отношения как со многими представителями бизнес-тругов, так и со многими представителями политической элиты. Если там уже не только доллар рушится, там, говорят, социоамериканских валют по полсниз, по тем же самым причинам, в опасении по поводу победы Трампа. А как вам кажется, не сыграл ли злую шутку российский фактор с судьбой Хиллари Клинтон на этих выборах, ее резкой критики политики Москвы и, в частности, Владимира Путина? Я, честно говоря, сомневаюсь. Мы помним, как на предыдущих выборах, когда выбрали в итоге Обаму, как массово обсуждали программу медицинского страхования, Medicare, которую в итоге прозвали Obamacare. Какие слова были на слуху в этой предвыборной кампании? Какие болячки на теле внутренней политики США обнажились в результате этой предвыборной кампании? В возросшая степень, в возросший уровень на себе. В Штатах это было достаточно заметно. И это для сельской Америки один из ключевых факторов. Если города в основном голосуют, конечно, за Клинтон, то маленькие городки и сельская местность часто уверенно дают полюбоверенство Трампу. В той же Флориде, которая победила Трамп, он выиграл практически всю Флориду, за исключением одного города. За исключением столицы штата Майами, где Клинтон его обошла уверенно. И такая картина практически по всей Америке. Почему, как вам кажется, эти выборы вызвали такой оживленный интерес к ним россиян? Ну, вот так как раз россияне, исходя из международных факторов, конечно, смотрят за выборами штатов. Потому что США сверхдержава. Нравится это кому-то или нет. США является одним из ключевых факторов развития многих новых процессов, которые неизбежно касаются нашей страны. Наши точки зрения с американской расходятся нередко. Поэтому от того, кто будет американским президентом, может, конечно, зависеть и то, как будут выстроены отношения между нашими двумя странами. Но вы верите в эту перезагрузку, в новую попытку ресет в отношениях между Москвой и Вашингтоном? В ближайшие месяцы абсолютно точно это, на мой взгляд, невероятно. А улучшение отношений, как и ухудшение, возможно, при любом кандидате. С одной стороны, Трамп рассказывал о том, что готов отношения с Россией улучшать. В отличие от Миндзе, которая об этом не говорила. С другой стороны, Трамп постоянно говорит о необходимости увеличения военной мощи Америки. И это может привести к конфликту новому в отношениях Москвы и Вашингтона. Клинтон говорил о необходимости занимать более жесткую позицию в отношении Москвы. Но Клинтон так или иначе, естественно, с элитой. И в какой-то момент с элитой, можно сказать, необходимо смещить позиции. Так что оба кандидата, в случае терра инкогнито, передогрузка в ближайшее время, я не верю. Большое спасибо. Ваша позиция понятна. Виктор Лазаревич, мы говорили по телефону с профессором Санкт-Петербургского университета, заведующим кафедрой мировой экономики и международных отношений Виктором Хейфицем.